Разница спектакля и начитывание аудиоконниг и самописи. Когда я провожу группу с актерами, я всегда, звукорежиссер Владимир Владимирович, очень удаю, я всегда говорю фактически тем же словами, а о том тоже вещи. Это очень сложный жанр, что когда ты будешь в центре, а ты сидишь в центре, ты можешь прикрыться чем угодно, свесть руки, ноги, свет, звук, действия, партнеров, все что угодно. И даже самый говеный спектакль можно при этом смотреть, потому что бегают люди по сцене, но интересно. А вот этот жанр, единственное из всего нашего актерского аппарата, что нам остается, когда ты сидишь перед этим фаллическим символом, единственное это твой голос. И это политика нашей студии, Наталья Николаевна не даст мне соврать. Единственное, что ты можешь сделать, чтобы заставить слушателя сопереживать, следить за сюжетом, даже если это не художественная литература, а там какой-нибудь чертов гегель с Фейербахом, в соответствии с учетом, это только голос. Только этим ты можешь заставить человека следить за тобой и за сюжетом, который ты развиваешь. Поэтому этот жанр, он кажется таким простым, он такой дешевый, на горбушке. Но этот жанр гораздо сложнее на самом деле. Я вам искренне говорю, как театральный и работающий актер. И никто меня не перепил в этой ситуации. Этот жанр один из самых сложных и жанров актерского офиса. Гораздо сложнее. Вот есть балет, вот не сделаешь ты шпагат, и ты не танцор. Есть цирк, крутанешься ты без поддержки под куполом, и там. Есть голос. Сделаешь ты персонаж или будешь Вадимом Максимовым. Вот на этом уровне, понимаете? Иначе нельзя. Это вот к разговору А. А радиоспектакли, это вещь несколько легче. Она интереснее, потому что есть партнер, они с ним что-то поиграют. А давай мы с тобой договоримся. Так скажем, я так скажу. Это уже ближе к театру, да? Поэтому он называется радиоспектакль. Потому что ты там не один, ты не работаешь совсем. Но при этом этот жанр легче. Потому что вот партнер сидит, я за тебя за цеплюсь, и мы с тобой что-то уже вдвоем сделаем. Мы вдвоем. Мы делаем одну работу на два литра. Это уже на половину. Понимаете? Вот такая история. Все. Наталья Николаевна, вы читаете. Ну, ты вот выходил, ты не... Я понял. Невольно повторился, потому что мы об этом, о голосе успели поговорить. Друзья, дорогие, если есть еще вопросы, я готова ответить. А так, в общем-то, что вам сказать? Необычайно перспективная вещь. Продюсер. Я думаю, что в будущем, конечно, аудио, литература будет только развиваться. Но уж как все сложится, трудно. Я делала вот несколько таких, через у другого заказчика, там такой Сергей Бугров, который занимался, аудиозапись. Сначала тоже попала к нему как актриса. Он делал пьесы Филатова в запись о «Голом короле». Там тоже была неудача. Сначала он пригласил Гафта, чтобы тот все прочитал. Это получилось неинтересно. Поэтому Гафта оставили только акторским голосом, а мы все, значит, потом разыгрывали персонажей. У меня там пять персонажей. Так я попала в урок. Вот. Потом он меня попросил уже как режиссера сделать пьесу булгаковскую «Золушка» до и после. Солуша булгаковская? Филатовскую, простите, ради бога. Пьесу Леонид Филатова. «Золушка до и после», где «Золушка была злобушка», «Засранка» и так далее. Да, но это другая пьеса, понимаете. Просто на основах сказки все по-своему написано. С большим количеством употребления русского народного языка. То есть весь мат звучит полностью. Вот тоже это я делала, значит, как режиссера и с музыкой, и со всем прочим. И эту работу у меня украл звукооператор, который работает у Трухарина до сих пор. Это потрясающе. Да, это был наш скандал. Ну, Ваня, ты всех утомил, да, я расскажу. Ваня, дай маму расскажешь, Ваня. Я записала, значит, два дня мы записывали, там был занят Пиньков, кто еще, Майя Полянская, ты тоже был занят, я изображала фею. «Золушка была прелестная совершенно актриса», у нас есть Тамара Горелик, провести такого бабановского звучания. Ну, она как-то не задействована, она мало в общем работает, только у нас. Короче говоря, два дня мы писали негатив литературный, Казаков был занят, который сказал, значит, вот меня здесь надо забрать, если я буду в театре, из театра, если я буду дома, из дома. А потом, значит, после записи ее привезти либо в театр, либо домой. Наверное, у меня будет очень мало времени, но у меня... Ну, это вы понимаете, меня она записала. Я прошу тебя, ты уменьшаешь, действительно. Значит, мы с ним по телефону дважды говорили о том, как нам решить этот персонаж, а я его позвала на короля Золушки. Я говорю, давайте мы все-таки постараемся когда-то отойти от Гарина, от Эраста Гарина в фильме, потому что сразу ассоциация такая напрашивается. Я говорю, хорошо, давай, я подумаю, подумаю. Я говорю, давайте мы попробуем сделать что-нибудь такое а-ля Вертинский, может быть, с крассированием, что-то такое. Значит, он пришел на запись, кричал, что времени у него совершенно нету, что он старый больной, слепой человек. Записал отдельно свои реплики с характерностью Вертинского, вышел из студии и сказал, ах, какую характерность, я вам приду. Вот, после этого вдруг у него оказалась масса времени, он долго пел романсы, там, значит, как-то отвал, ну, в общем, бывает и такое. Короче говоря, мы записали негатив. Звукорежиссер или звукооператор, ну, неважно, значит, говорит, ну, сейчас я вот это делаю, там, значит, мартовские иды, вот то, все, значит, но недели через две-три мы начнем. Две-три недели проходит, проходит месяц, я звоню раз в неделю, нет, еще не освободился, еще раз, нет, не освободился. Месяца через два мне звонит недавно умерший наш большой друг Миша Розенберг, это был тогда, хорошо, ну, такой, ну, как вам сказать, у него вообще профессия социальная. Профессиональный ассистент по актерам. Но сейчас это был крупнейший менеджер по актерам, вот по аудио актерам в Москве. Что вел Миша? Занимается всем другой работой. Ну, когда-то на радио. Ну, расскажи. Ну, зачем-то, не об этом разговоре. Короче говоря, выясняется, что этот звукорежиссер обложил сам музыкой, так сказать, весь негатив. Со своей великой режиссерой. Сдал эту работу, а когда его спросили, а что у Литвина, а Литвина не захотела этим заниматься, сказал. Получил за это деньги. Ну, тут речь не о деньгах, а, в общем, значит, вот благодаря Трухан и Розенберг, который был его ассистентом по актерам и большим другом, они подняли этот вопрос. Это был очень большой скандал. Понимаете, скандал был большой без моего участия. Ну, там потом что-то восстановили, даже мне что-то заплатили, но меня попросили оставить свое имя на кассете. То есть это уже было позже начали. Хотя Наталья Николаевна категорически сказала, если я этого не делаю, это уж извини, я за тебя скажу, то моего имени здесь нет. Ну, вот бывают и такие вещи, понимаете, волшебные, замечательные. Так что вот если вам придется послушать Золушку до и после, то воспринимайте ее, как мою работу без музыки. И всего прочего, что там существует. Понимаете, как таланты любили. Еще я делала очень две интересные работы. Одна была с Тараторкиным. Четыре с парой. Альберт, ранний рассказ Льва Толстого. Тоже с полным звуковым оформлением. Но это моночтение. Это где-то час сорок, час сорок пять было работы. Выяснилось, что голос Тараторкина очень трудно ложится на запись. Что его надо, как это называется, коммутировать, скорректировать. В общем, надо выстраивать. Второй раз в жизни я с этим столкнулась. Нет, третий. Потому что есть еще такой артист Виктор Татарский. Вы знаете, наверное, да? Он вел музыкальный глобус. Ведет встречу с песней до сих пор. Вот у него та же проблема. Он читает вот так. Шепотом читает. И рядом с ним работать чрезвычайно трудно. И когда Мария Ключникова, ведущая с ним музыкальный глобус, как-то не могла соответствовать, всегда заменой была я. Тут есть какие-то технические тонкости. Вот нас вместе можно было как-то выстроить по-звуковому. Не знаю, как это называется. И второй раз я столкнулась с такой же штукой, извините, с Аркадием Райкиным. Потому что у Райкина всего две записи на радио. Он никогда не писал чужого. Он только свой репертуар записывал. И вот две записи, это он сыграл опять-таки в «Золушке короля» в радиоспектакле. И была такая чтецкая передача «Друзья нашего детства» «Лев Кассирь», которую мы с ним записывали вдвоем. И тоже он читает, а это в записи голос старой простужной бабы. Не мужской совершенно, понимаете, которая требует там вывести низкие частоты, высокие. Вот два раза я с этим сталкивалась. Такая же штука с Тараторгеном. Когда начинаем записывать, тоже что-то вот какие-то... У меня по молодости низы всегда пропадали на записи. Поэтому мои молодые работы, они все с сопливым таким голубым глазком. А низы все вот не писались, не читались. Вот. Значит, потребовалось как-то скорректировать его тембр. Но там это не было бы сложно. Это один исполнитель. И работа получилась очень интересная и с музыкальной точки зрения, потому что мы оформили это я придумала, горжусь. Мы взяли сонаты Паганини для скрипки с гитарой. А на пыль? Совершенно... А диск чемпи? Хорошо, Аня. Ты любил, извини. Диск ты мне дал. Совершенно не заигранный, мало звучащий в наше время. Совпало абсолютно. Но там еще помимо... Я с Тарокеном пищал, пищал. Да, да, стонал, да, ты правильно делал. У него не получалось. Он не мог, вот, вне сцены не мог сыграть эти шумы. Он не знал, куда надо. Вот. Потом там еще фрагмент из Дон Жуана Моцарта. Бабанец. И мы там ввели даже некоторое ноу-хау, потому что я не знаю, существует ли где-нибудь это еще в записи. Значит, у нас начинала живая скрипка, потом она переходила в оркестровую запись, взятую тоже, значит, с диска или не помню. И потом опять это переходило опять в скрипку и заканчивалось. Шутова. Страшно трудно. Шутова скрипачка. Вот она, Наталья Шутова. Страшно трудно это было все сделать, потому что надо было ей в другую тональность переходить, играть, в общем, и на слух сыграть то, что играет симфонический оркестр. Но получилось очень выразительно. Это, значит, Альберт, Льва Николаевича Толстова. И вторая работа, которую тоже я очень люблю, наверное, они уже прошли все давно. Да все есть. Есть, да? Это Гамбринус Куприна. Гамбринус был первым. Да, ну я не по-очень тебе говорю. Гамбринус Куприна, который блистательно с моей точки записал Александр Парра. Если вы вспомните фильм про лейтенанта Шмидта, вот он молодым актером играл этого самбо. Он же у Иландской, да? Он сейчас, по-моему, нигде. Почему? Он, по-моему, у Иландской поигрывает. Замечательно прочитано. Ну тоже очень благодарный материал, понимаете. Юг, много народной музыки там. И акустика, и шумы, и, в общем, по-моему, тоже очень хорошая работа. Вот у меня есть по одному диску, я над ними дрожу, а ты говоришь, что не продаются. Не продаются, они скачиваются на сайте клуба любителей. Тебе-то зачем?